Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогория программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на наш сайт мирбелогория.ру и в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте там свои вопросы, комментарии и предложения. Ну и, конечно же, звоните к нам в эфир. Телефон студии 584410. А сегодня гость студии, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Белгородской области Владимир Дунаев. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Добрый вечер. По традиции, в начале сюжет. Что такое стандарты оказания медицинской помощи? И куда обращаться, если вы недовольны уровнем оказания медуслуг? А какой для вас главный критерий качества бесплатной медицинской помощи? Об этом мы спросили посетителей сайта мирбелогория.ру. Подавляющее большинство из них ответили «квалификация персонала». Отсутствие очередей выбрали 12% опрошенных, а инфраструктуру и оснащенность – 8%. 5% считают, достаточно уже того, что все бесплатно. И ровно столько же уверены, такая медицина в принципе не может быть качественной. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня – медицинская помощь. Качественная и безопасная? Таковы результаты нашего опроса. Владимир Леонидович, как вы оцениваете мнение наших зрителей? И по каким все-таки критериям оценивают качество медицины специалисты Росздравнадзора? По тем же самым, что и наши зрители? В большой степени соглашусь с нашими телезрителями по большинству их ответов, в том числе в той части, что квалификация медицинского персонала является одним из самых главных и определяющих условий оказания качества медицинской помощи. Соглашусь и с остальными комментариями, за исключением того, что бесплатная помощь, как сказано рядом опрошенных граждан, не может быть качественной. Вот с этим я согласиться не могу. Надо же понимать, что бесплатная помощь – это бесплатная помощь для пациента. Она не бесплатная, как таковая. Она, безусловно, не бесплатна для государства. То есть, в принципе, она оплачивается теми же пациентами только через налоги. Да, за счет страховых взносов, через страховые фонды, страховые компании, фонды обязательного медицинского страхования. А что касается второй части вашего вопроса, касающегося по каким же критериям оценивает качество контролирующие органы, я бы сказал, что на сегодняшний день, коли мы говорим о качестве, в законодательстве дано определение понятия качества медицинской помощи. И оно звучит таким образом. Качество медицинской помощи – это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выборов методов профилактики, диагностики, лечения. Реабилитации и степень достижения запланированного результата. А медицинская помощь в соответствии с законодательством у нас оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения, таковых сегодня более 60 порядков, и в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи по каждой нозологической форме, таковых около уже, наверное, более 800, а также клиническими протоколами оказания медицинской помощи, разработанными тоже медицинским сообществом, главными специалистами. Ну понятно, то есть это все-таки не один критерий, а их совокупность. Безусловно. Владимир Леонидович, хотел сразу перейти к вопросам, которые поступили к нам на сайт мирбелогория.ру. Здравствуйте. Является ли нарушением стандартов медицины то, что на протяжении уже двух-трех лет на участке в детской поликлинике отсутствует постоянный участковый врач. Каждый прием осуществляют разные врачи с других участков. Они не знают ни истории болезни, ни самих детей, ни родителей. В итоге постоянно ставят разные диагнозы. Обращение главврачу поликлиники ни к чему не привели. Куда жаловаться дальше? Вы знаете, вопрос в первую очередь этот касается не качества медицинской помощи, а другой болезни нашего здравоохранения, проблемного вопроса, имеющего место в здравоохранении, дефицита кадров. Особенно кадров медицинских первичной медико-санитарной помощи, участковых терапевтов, участковых педиатров. Действительно идеальный вариант, когда участковый врач, участковый педиатр, врач общей семейной практики, знает своих пациентов. Но, к сожалению, кадровые проблемы имеют место быть. Над ними постоянно работает департамент здравоохранения, руководство лечебно-профилактических учреждений. И ситуация решается в последние годы в положительную сторону. Но, к сожалению, проблемные вопросы пока на сегодня остаются. То есть, как таковым нарушением каких-то стандартов, это не является. Это не есть нарушение стандарта и не есть нарушение порядка. Вы не можете привлечь администрацию поликлиники. Что мы можем, допустим, посоветовать нашим зрителям в такой ситуации? Что им делать? В такой ситуации в лечебном учреждении работают врачи-совместители. Ситуация обстоит таким образом, что доктора вынуждены проходить повышение квалификации. У них есть отпускные периоды, больничные листы. А при имеющемся дефиците кадров эти ситуации создают определенные проблемы для пациентов. Но врачи имеют сегодня достаточно приличный коэффициент совместительства. И, безусловно, врач, который ответственно, добросовестно подходит к своему делу, не продиагностирует хуже, нежели врач, постоянно находящийся на участии. То есть, только смириться с этой ситуацией? Жаловаться дальше куда-то ничему не придет? Ну, видите ли, от жалоб количество кадров не увеличивается, врачебных кадров. Это вопросы управленческого характера, как я уже сказал, которыми занимаются соответствующие органы управления здравоохранением области, управления здравоохранением городов, департамент здравоохранения, главные врачи медицинских организаций. Ну что ж, хорошо, спасибо большое, Владимир Леонидович, за ваш ответ. Привет. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть первый звонок. Алло. Здравствуйте. А кто контролирует частные медицинские центры? Куда на них? И возможно ли жаловаться? Спасибо. Спасибо. Контролем частных занимаетесь? Значит, тут следует пояснить таким образом. Лицензирование медицинской деятельности частных медицинских организаций осуществляет у нас департамент здравоохранения. Если вопрос касается соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, в которые в том числе входят и соблюдение порядков оказания медицинской помощи, то по этому вопросу можно обращаться в лицензирующий орган. Кроме того, можно обращаться в территориальный орган Росздравнадзора, то есть в нашу организацию. Допустим, человек пришел в частную клинику, заплатил деньги и остался недоволен теми услугами, которые ему там оказали. Куда ему идти в первую очередь с этой жалобой? Если вопросы касаются качества медицинской помощи, то он может обратиться к нам в территориальный орган Росздравнадзора. Если вопросами организации оказания платных услуг, несоблюдения правил оказания платных услуг, в таком случае можно обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора. Вопрос на подобную тему, только с другой стороны, со стороны уже не пациента, а наоборот врачей. Есть у нас на сайте мирбелогоре.ру. Подскажите, пожалуйста, если я хочу открыть частный косметологический кабинет, нужно ли будет получать лицензию Росздравнадзоре? Или достаточно будет открыть ИП? Медицинская деятельность в Российской Федерации подлежит лицензированию. Если мы ведем речь о медицинской косметологии, к которой относятся и аппаратная косметология, и пирсинги, и тату, использование аппаратов Дарсон-Валь, электрофореза, то такая косметология требует медицинского образования у лиц, осуществляющих данные медицинские услуги. И, соответственно, подлежит лицензированию. Добавлю, что лицензирование частных медицинских организаций в соответствии с законодательством осуществляет Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Поэтому обращаться надо в департамент по адресу Богдана Хмельницкого, 79, где находится лицензирующий орган. Безусловно, на медицинскую косметологию необходимо получить лицензию на медицинскую деятельность. А Росздравнадзор занимается вообще лицензированием? Росздравнадзор занимается вопросами лицензирования в соответствии с действующими на сегодня законодательством по лицензированию. Мы лицензируем федеральные медицинские организации, медицинскую деятельность, фармацевтическую деятельность. И деятельность, связанная с обращением наркотических средств и психотропных веществ в федеральных медицинских организациях, а также высокотехнологичную помощь во всех медицинских организациях. Ну то есть для начала мы посоветуем нашему телезрителю определить, все-таки будет это медицинская косметология или нет? Да, если косметология медицинская, однозначно получить лицензию, зарегистрировав ФП, получить лицензию на медицинскую деятельность. Спасибо большое. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас очередной звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня выписали из стационара, хотя еще не вылечили. Сказали, что больше лежать не положено. Теперь надо самому ходить на процедуру в поликлинику. На каком основании это сделали? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Если вас выписали из стационара, и вы выписали вас к труду, как я понимаю, да? Потому что из стационара могут выписать и перевести, направить на долечивание на дневной стационар. Скорее всего, потому что если нужно ходить дальше в поликлинику на процедуры, то... Вот, может быть, человек речь ведет о дневном стационаре. Это совершенно правильно. Потому что показанием к пребыванию в круглосуточном стационаре является необходимость в круглосуточном наблюдении врача, необходимость серьезных углубленных методов обследования, тяжелое состояние пациента. По окончании стандартного срока лечения больной может быть переведен на долечивание в дневной стационар. Если больной не согласен с тем, что его выписали из стационара к труду, а он себя считает еще больным, он может обратиться в медицинскую организацию с заявлением на имя главного врача с просьбой на врачебные комиссии медицинской организации рассмотреть вопрос оказания ему медицинской помощи, проведения ему экспертизы временной нетрудоспособности и согласования вопросов дальнейшего его лечения. Это определено нормативными приказами. Минздраво-врачебная комиссия медицинской организации рассматривает подобные вопросы. Поэтому надо обратиться в администрацию лечебного учреждения, в котором оказывается медицинская помощь. Если вдруг там возникнут проблемы, куда идти дальше, если там не найдет понимание пациента? У нас в соответствии с законодательством контроль за работой медицинских организаций существует помимо внутреннего, о котором я уже сказал, это собственный контроль в медицинских организациях, осуществляемый врачебными комиссиями медицинских организаций. Помимо этого существует ведомственный контроль. Органы управления здравоохранения осуществляют контроль за подведомственными им медицинскими учреждениями. То есть, если речь идет об учреждении муниципальном подведомственном управлении здравоохранения города Белгорода, города Губкин, города Старого Оскола, можно обратиться в соответствующее управление здравоохранения. Если это областное учреждение, соответственно, в департамент здравоохранения, социальной защиты населения Белгородской области. Владимир Леонидович, прозвучала также фраза о том, что сказали, что дальше не положено лежать. Вообще есть, часто приходится об этом слышать, да, вот мне выписали, потому что дальше сказали не положено по нормативам. Есть ли вообще какие-то действительно ли правила, что вот дольше определенного срока в стационаре не может находиться больной? Значит, есть рекомендованные стандарты лечения, но подход к больному в любом случае остается индивидуальным. И никто не может выписать больного в том состоянии, в котором он не может осуществлять трудовую деятельность к труду. Спасибо большое, Владимир Леонидович, за ясный ответ на этот вопрос. Я напоминаю, что телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопрос, и у нас есть очередной звонок. Алло. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Спасибо. Говорите вы в эфире. Я с Ракитного, Елена Федоровна меня зовут. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович, куда нам обратиться? У нас уже с Нового года не работает аппарат, зуб даже нельзя просветить. В рентген-кабинете. Какой именно аппарат? Который зубы светит. Это рентген, да? Да, на рентгене. Вот с Нового года сказали не работать. А каком именно лечебном учреждении? Ракитное. То есть это центральная районная больница? Да, центральная районная больница. Спасибо большое. Ну, безусловно, начинать надо с администрации центральной районной больницы, которая должна обеспечивать надлежащее обращение медицинских изделий и техническое их обслуживание. С использованием технических организаций, которые осуществляют это медицинское обслуживание и получить разъяснение, по крайней мере, от руководства больницы. Возможно, этот аппарат не подлежит восстановлению, возможно, требует ремонта, возможно, на данный момент отсутствуют финансовые средства. Тогда за разъяснениями можно обратиться дополнительно, если не удовлетворят ответы главного врача в департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. То есть розыгрышный отзор не следит за исправностью? Розыгрышный отзор следит за длительным простоем, в том числе медицинского оборудования, закупленного за счет средств федерального бюджета, в рамках национальных программ. И дело в том, что в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, медицинские учреждения должны быть укомплектованы надлежащим образом. Отсутствие рентгеновского аппарата, вероятно, не позволяет должным образом осуществлять медицинскую помощь, либо требует от медицинского учреждения заключение договора с иной медицинской организацией, в которой этот аппарат работает для того, чтобы провести диагностические услуги. То есть вот это можно потребовать от врача? Безусловно. Медицинская услуга, диагностика должна быть оказана надлежащим образом. Без этого врачу очень трудно. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть очередной звонок. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Как часто вы вообще проверяете медицинские учреждения в области? И где, как вообще можно узнать результаты таких проверок обычным гражданам? Спасибо. Где можно узнать результаты проверок обычным людям? Значит, плановые проверки медицинских организаций, всех форм собственности территориальным органам Росздравнадзора осуществляется в соответствии с требованиями 294-го федерального закона и в соответствии с планом, согласованным с Генеральной прокуратурой в том числе. Вот. Плановые проверки размещаются на нашем сайте. С ними можно ознакомиться там. Вот. Результаты проверок также фиксируются на нашем сайте. Да, там публикуются пресс-релизы по результатам проверок и с ними можно ознакомиться. Кратность плановых проверок в большинстве своем это раз в три года за небольшим исключением определенным к организациям постановлением правительства. И внеплановые проверки в соответствующих случаях проводятся с разрешения прокуратуры в тех случаях, когда есть угроза причинения вреда жизни и здоровью, либо причинен вред жизни и здоровью. И с их результатами тоже можно ознакомиться на вашем сайте. Безусловно. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Телефон студии 584410. Звоните. Осталось не так уж много времени. У нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Это сила Красного района. У меня только вопрос. Ну вот, когда вы везете в больнице, покупаешься через раствор и все необходимые лекарства. Вот меня интересует, как это объяснить. Все, спасибо. Речь идет о приобретении лекарственных средств за свой счет в медицинских организациях. Да, за свой счет, когда лежишь в больнице. Мы с вами помним, что при амбулаторной помощи, за исключением определенной категории граждан, лекарственные средства, за счет собственных средств, при амбулаторной помощи, при стационарной помощи, значит, в соответствии с территориальной программой, государственной гарантией, оказание гражданам бесплатной медицинской помощи, медицинская помощь в лечебном учреждении, в стационаре, оказывается в соответствии с порядками и стандартами, бесплатно для пациента. В том числе, в лекарственное обеспечение. Значит, в таком случае нужно обратиться с заявлением, как я уже говорил, либо в администрацию лечебного учреждения. И необходимо помнить, что вы застрахованный гражданин, у вас есть полис обязательного медицинского страхования. И с таким обращением необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию, которая является адвокатом и защитником в данном случае интересов пациента. Вот это очень важно, потому что мы часто забываем о том, что этот полис, это не просто пропуск в бесплатное лечебное учреждение. Это на самом деле свидетельство того, что за тебя уже заплачено государство. Можно обратиться в фонд обязательного медицинского страхования, который после соответствующей проверки и сохранения пациентам чеков на лекарственные средства, которые он приобрел, и изучение медицинской документации, могут принять решение о возмещении финансовых средств заявителей. Которые были потрачены на лечение. Совершенно верно. То есть нужно сохранять чеки и потом с ними вместе обращаться в нужную инстанцию. Нужно знать, куда обращаться и обращаться в свое время. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Еще один вопрос. На наш сайт пришел мирбелогоре.ру. Татьяна Маркова пишет. Устраиваясь на работу и проходя медкомиссию, меня никто из докторов ни разу не осмотрел, не измерил давление. Все фикция. Часто ли бывают такие случаи, когда комиссии на самом деле фиктивные? Ну, к сожалению, такие обращения бывают. Я не могу сказать, что это частые обращения. Нет, к категории частых они однозначно не относятся. Но о чем здесь можно сказать? Если такие факты на самом деле имели место, что больной не был осмотрен врачом во время приема, проведения ему комиссии медицинского, свидетельствования медицинского, то это не надлежащее исполнение врачом своих функциональных обязанностей. О таких случаях надо обязательно в порядке информировать администрацию лечебного учреждения для принятия мер к таким лицам. У вас были такие случаи, когда подтверждались такие все-таки ситуации действительно? Вы знаете, это на самом деле довольно редкие обращения. И чаще всего с такими обращениями, видимо, обращаются все-таки в лечебное учреждение, а не к нам. То есть это все проще урегулировать на уровне непосредственно внутреннем? Ну, естественно, если это на самом деле имело место быть, и созданная главным врачом комиссия разберется и подтвердит такие факты, то я думаю, что такие доктора будут наказаны. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. И у нас есть очередной звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Имеют ли право в поликлинике не выдавать на руки амбулаторную карту? Я хочу пойти к врачу в другой больнице и показать ему свою историю и анализы, которые уже сделаны. А в регистратуре карточку не отдают. Спасибо. Спасибо. Кстати, тоже часто об этой ситуации слышу. Имеют ли право не выдавать твою амбулаторную карту в поликлинике в регистратуре? Ну, свою в отношении кого вы применяете термин «свою». Медицинская карта является собственностью медицинской организации. Это документ очень важный, юридически значимый, потому что по нему оценивается состояние медицинской помощи контролирующими организациями. Поэтому медицинская карта пациента должна храниться в лечебном учреждении, которое оказывает пациенту медицинскую помощь. По просьбе пациента ему могут предоставить выписку данные эпикриз, данные и результаты и заключения по обследованию определенные, если они необходимы для консультации специалистов. Или обязаны предоставить? Вот это очень важный момент. Обязаны предоставить, да, по заявлению, да, 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 совершенно верно. Спасибо большое. Телефон студии 584410. Осталось совсем мало времени. Я думаю, еще на один звонок мы успеем ответить. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Ивановна. У меня в феврале умер муж. Как я считаю, по вине врача в поликлинике номер 2. Куда мне обращаться, провести расследование? Спасибо большое. Ну, если говорить о расследовании, то этот термин более применим к правоохранительным органам. А в целях изучения обстоятельств дела необходимо провести экспертизу качества, оказанной медицинской помощи. Здесь опять же может помочь страховая медицинская компания, имеющая необходимое количество экспертов, территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Если речь идет об экспертизе качества, оказанной медицинской помощи, и пациент считает, что ненадлежащее качество привлекло к такому исходу. Владимир Ильич, опять же, уточнение. Может и может помочь, или должна помочь в этом случае? Обязана помочь. Обязана помочь. Что для этого нужно? Прийти с каким-то заявлением? Да, необходимо написать заявление в страховую медицинскую организацию, полис которой имеет пациент, о том, что он просит провести экспертизу качества, оказанной медицинской помощи, и мотивировать, в связи с чем он это просит сделать. Скажите, а нет ли, то есть автоматически, у нас все летальные случаи, допустим, в лечебных учреждениях, они не расследуются? Расследуются, безусловно, в лечебных учреждениях, а также в департаментах здравоохранения или органами управления здравоохранения. Такие случаи рассматриваются, безусловно, на комиссии для изучения летальных исходов. Скорее всего, наша телезрительница почему-то оказалась неинформирована о результатах расследования. Это возможно? Она, возможно, не обращалась просто за этими результатами. То есть за этим нужно обязательно обратиться, чтобы это узнать? А если вы хотите, чтобы все-таки на вашей стороне выступили в качестве адвокатов страховая компания, нужно обязательно туда записать заявление. Спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, сегодня многим нашим телезрителям мы помогли. Я благодарю, как всегда, наших зрителей за активное участие в эфире и напоминаю каждую пятницу в 20.00 знающие люди. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok